Типа как шутка. Никто так уже не шутит. Всё. Я вот твою подругу. Мы не знаем, кто мальчик, а девочка будет, но пока ещё не знаем. Я поддерживаю твою позицию с точки зрения России. Ты рада, что ты не была на вечеринке? Это же по 30 минут. Пытался это сделать. Ну это такая... В жизни перед Ириной Хакамадой, которая меня отчасти вдохновила на эту связь. Она меня за попу трогала. Она классная. Ты будешь из меня алименты высасывать? Мне всё равно на твои алименты. Я сама-самодостаточная, независимая, сильная женщина. Я подарил тебе прекрасный вечер в отеле Арарат Хаят. Помнишь? Нет. Я думаю. Такие вот тебе открытки, они мне будут напоминать о моей бывшей ночи. Нам их подарили. Нам никто их не дарил. За них вообще платить надо было. Мы пластьём вообще. Пять бутылок только что в номер заказала. А я точно не плачу. Да не я заказала. Кто заказал? Нам просто принесли. Это вот можно всегда использовать эту фразу для отговорки от всего. Нам просто принесли. Куда ты ушла? Без тебя этот мир пуст. Майк зажжём свечу. Это время, сколько мы не видимся. А это долгие отрезки времени. Вот как удивительно у нас получается. Мы можем не видеться год. Во сколько лет мы уже с тобой знакомы? С рождения подряд и с днём жизни. Десять лет подряд. Десять лет подряд. Красота внутри и снаружи. Это ты. И это очень странно, что я не помню ничьей день рождения. Правильно? Выпьём. У меня 1 февраля. Я 10 лет подряд поздравлялась по 1 февраля. Простите все меня. Я прощаю тебя за всех, Ром. 19-го. 19-го. 99-го марта. Марта. 99-го. Ты почти вошла в лигу 2000-х. Я последняя из 90-х. Пришли со своими мероприятиями, на которые меня позвала Лиза. Я нечасто выхожу из дома. И это, конечно, не вечеринка. Но было классно. Сейчас мы хотим с вами просто поговорить, потому что мы редко видимся. Но мы являемся настолько связанными с двумя людьми. Что мне было бы просто для себя приятно оставить этот ролик здесь. И просто с тобой поговорить на какие-то взрослые важные темы, как парень и девушка, которые вдруг-други нашли что-то, чего, возможно, не можем найти в других людях вообще никогда. Вот это да. Вот это. Подводка. У тебя тоже подводка. Супер. Я обескуражена. Мне было 14 лет вообще, когда я первый раз с тобой познакомилась, прилетев из Мадрида. И я, как сейчас, помню, что... Привет, Катя. Это мой менеджер. На тот момент. По модулингу, да, на тот момент. Которая организовала съемку. Весь мир объездил, да? В начале своей карьеры. Это... Да, это... Как бы я и продолжаю ездить. Я вам покажу видео о моей любимой Лизе, которой мне просто было черно-белое видео какой-то там год. Это Космос. Прямо сейчас вы увидите самую красивую, любимую девушку в моей жизни. И неважно, встречаемся мы или нет. Просто посмотрите на это видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И с того момента Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это журнал «Screen Pepper» нашей подруги. Ого, Анинская команда и «Screen Pepper». И я выступила на презентации этого журнала, только прилетевшись с «Бернинг Мэна», исполнив мечту всей своей жизни, перед Ириной Хакамадой, которая меня отчасти вдохновила на этот фест. Она меня за попу трогала. Она классная. Посмотри, кто я. Тут очень много критериев. Модель, блогер, писатель, дизайнер, композитор, музыкант и просто незаурядная личность чувствовала. Не напиздели? Ты же моя умница. Молодец. Хорошо держишься. Мама мной гордится. А кто ты больше из всех этих знаков, кроме... Не написано, кто я больше. ...кроме матери моих будущих детей из этого списка. Это я громко, жестко догнал. Да, правда, кто из этого списка ты больше? Я чувствую, что... Есть хорошая няня у кого-нибудь? Собираем контакт. Ну... Я лучшая мама из этого списка. Мы не знаем, кто мальчик или девочка будет, мы пока еще не знаем. Мне очень понравилось, как ты сказала, естественным образом залететь. Я уже хочу попробовать. Я поддерживаю твой, вообще, твою позицию с точки зрения России. Вообще, в принципе, я много где жила и в Японии, и в Индонезии. И сейчас просто была какое-то время в Лос-Анджелесе. То есть я, в принципе, человек, который постоянно путешествует. И я работаю в сфере моды, то есть мне так или иначе приходится каждый день или через день встречаться с абсолютно разными личностями, людьми, любой ориентацией. Я согласна с тем, что сейчас в России происходит абсолютно другая реальность, которую либо ты принимаешь, либо ты не принимаешь. Вы можете просто свой язык, нахуй, не высовывать и не быть голыми на вечеринку бриллиантом на жопе за 23 миллиона, когда у нас в стране происходит действие. По поводу этого мероприятия я могу сказать только то, что любая другая страна могла бы подойти лучше, но именно Россия здесь и сейчас это самое неправильное место, как по мне, для проведения подобного мероприятия. Это единственный комментарий. Тут как бы, да, тут уже ничего не скажешь. Но бытовые вообще это базы, ну типа, камон, бытовые моменты, если кого-то еще бесят бытовые моменты, то вы остались как будто мозгом в СССР. Слишком глянцево. Кто выберешь ты сегодня? Кто выберешь ты сегодня? Надеюсь, мы были вам полезны. Если это не тартар, я ухожу. Я все. Если это не тартар, это не тартар, я ухожу. У нас цыпленок, сэр. Мой цыпленок, если это не хороший прожарный цыпленок, я ухожу. И если это не скандинавский борщ, я ухожу. А ты? Я остаюсь, съем все, что ты оставишь тут. Да? Ну, нам нельзя целоваться. Ты забыла, что ты подыгрываешь мне. Обнимай меня. Целуй. Ладно, все, спасибо. О, боже. Каждый день мы выбираем что-то. Просыпаясь, мы выбираем свое настроение, в чем пойти, как сегодня говорить, что сегодня слушать, о чем думать. И вся жизнь состоит из выборов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok